здравствуйте если вы меня сейчас слышите это значит только одно что вы со мной на правильном канале на канале где мы для вас приготовили очень много интересной и полезной информации из сети ну что же поостроумничаем большинство людей кладет мясо в холодную воду а потом снимает пенку не дожидаясь закипания откуда вообще берется пенка это просто свернувшийся белок при нагревании в холодной воде растворившиеся белки и минеральные соли переходят в воду если же вы хотите чтобы они остались в мясе закладывайте его уже в кипящую воду разумеется такой подход годится только если вам не нужен бульон мясо на бульон варится только в холодной воде а вот снимать пенки не следует они обладают высокой пищевой ценностью если вам не нравится как они выглядят бросьте в кастрюлю головку репчатого лука это предоставит сворачивание белка и бульон будет прозрачным кстати если пена не белая а темная то это уже не белок а кровь такую пенку желательно все же снять хотя она и без вредно и так несколько советов по приготовлению супа если вы пересолили бульон опустите в него горсточку риса завернутую марлю запомните простое правило если мясо варить на сильным огне то она будет более вкусным чем бульон а если же на слабом бульон получится вкуснее рассольник можно варить на только не только на мясном но и на рыбном или грибном бульоне солить мясной бульон следует за полчаса до готовности мяса рыбный вначале варки а грибной за несколько минут до готовности если пена в бульоне опустилась на дно добавьте в него стакан холодной воды. Пена снова подымется и вы без труда сможете ее снять. Помните о том, что холодная вода ухудшает вкус бульона, а кипяток нет. Отвар луковой шелухи не только придает бульону цвет, но и повышает его питательность. Мясной бульон будет вкуснее, если добавить в конце варки толченый чеснок. Удалите лавровый лист из готового супа и выбросьте, он уже сыграл свою роль. Перед тем, как процеживать рыбный бульон, дайте ему настояться около 20 минут. И если добавить суп пассированную муку, он получится более густым. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. Если вы считаете эти полезные советы очень полезными для вас, с вас, пожалуйста, лайки. Приятного вам аппетита!